Друзья, напишите, пожалуйста, в чат, там, циферку какую-то или плюсик, если нас, Юли, видно и слышно. Юля тоже подключилась. Всем привет, привет, я рад. Надеюсь, тоже видно. Я обозначу, как у нас мероприятие сегодня будет происходить. То есть, первое, мы вам расскажем о том, что будет на Югкэмпе. Мы расскажем поэтапно, расскажем, кто спикеры, каков контент, какой материал, и в том числе, как будет в дальнейшем, там построим нетворкинг, какая будет, куда же без этого и развлекательная программа, раз уж мы в Сочи, там много чем можно заняться, как бы совместим приятное с полезным. Поэтому и в конце, вторая важная часть, мы ответим на все вопросы. Поэтому в течение вебинара прям сразу можете писать вопросы. Мы поднимемся в конце, ну, то есть, когда мы перейдем к части ответа на вопросы, мы по чату поднимемся, и все вопросы, начиная с самого начала, мы ответим. Хорошо? Я думаю, и на все вопросы ответим. Вначале расскажем, на все вопросы ответим. И, в принципе, будет запись в том числе, вот уже там задают вопрос, будет ли запись. Да, запись вебинара будет размещена на официальном канале. Все, передаю слово Юле, Юля расскажет о том, как у нас все это будет происходить, а я потом добавлю. Да, всем привет. Я думаю, уже многие услышали. Наши партнеры здесь, я думаю, в основном на этот вебинар пришли, да, то есть партнеры компании Global Uniting Service. И я думаю, что вы данную новость получили либо на итогах года, когда были в Крокусе, да, либо уже по чатам вы видели уже анонсы. Что это за мероприятие, что это за событие. Самое, конечно, главное, чтобы сейчас вы просто видели, что есть официальный сайт. Я попробую сейчас запустить экран и показать, думаю, у меня это получится. Вот, видно, да, сейчас пролистываю сайт. Вот, он готов давно. На нем есть полное описание о том, кто здесь будет выступать, где будет проходить мероприятие, какая стоимость участия, какая программа будет на два дня. Вот, также здесь хочу ваше внимание обратить на то, что вот такой есть блог, телеграм-канал. Если вы еще не подписались, то сразу лучше подписаться в телеграм-канал, чтобы узнавать постепенно до 11 апреля все новости. Вот, и, ну, в чат сейчас тоже мы ссылку на телеграм-канал дадим. А также здесь описана, в принципе, и нетворкинговая часть, да, то есть что будет происходить и как мы эти два дня будем здесь проводить. Так, сейчас уже демонстрацию... Давайте еще раз. Демонстрация вам была видна, да, то есть вы видели. Отлично. Завершаю пока показ сайта. Вот, потому что сейчас в чате, опять же, будет ссылка, и вы этот себе сайт где-то сохраните, да, чтобы вы могли им пользоваться сейчас как рабочим материалом. Но самое главное, конечно же, мы обещали сегодня рассказать о том, как будет проходить лагерь. Вот, откуда вообще возникла такая идея? Это прям абсолютно новый формат мероприятий. И вот мы всегда наших предпринимателей, клиентов учим что-то делать по-новому, да, и сами тоже решили, что в этом году мы будем делать что-то по-новому. Вы видите, что уже проходят круглые столы для клиентов. Вы видите, что мы сделали, и уже это еще, кстати, с октября месяца идет работа над данным проектом, именно такое проведение большого предпринимательского и маркетингового кэмпа. Вот, это не конференция и не стандартный форум, а это именно лагерь, потому что в лагере что еще происходит? Это всегда найти новых друзей, познакомиться, это пропитаться каким-то духом авантюризма, классно провести время, отдохнуть, петь песни под гитару, да, желательно как раз на море. Вот это все мы предусматриваем. И что такое YouCam? Почему он называется так? You, я думаю, вам понятно. You – это твой лагерь, да, и также это сопряжено, конечно, с нашим брендом, с брендом YouDes, вот, потому что организаторами и главными, генеральными спонсорами будет как раз наша компания. Ну, не только сюда приглашены не только наши разработчики в лице спикеров, но и другие известные топовые эксперты. И вот здесь, наверное, я все-таки опять вернусь сейчас в сайт, хотя давайте я и без сайта, вы можете сами просто смотреть, я буду немножко рассказывать о том, каких мы позвали поучаствовать, принять участие и дать крутую программу, крутой контент спикеров. Это два топовых маркетолога, бизнес-тренера, которые известны не только в нашей стране, вот, далеко за ее пределами. Это большие профессионалы, это уже звезды первой величины, это маркетологи Александр Белгороков, и вы, наверное, знаете его, он такой амбассадор нашего бренда, причем Александр Белгороков всегда топит в идее рекомендаций, в идее сарафана, клиентоориентированности. И второй у нас не менее популярный, ну, может, даже более популярный, известный человек – это Илья Балахнин. Если вы еще не знакомы с данным экспертом, можете просто погуглить, посмотреть в Ютубе, например, его какие-то выступления. Вот, это полностью как раз тот маркетолог, который всегда говорит о том, что бизнес – это язык цифр, да, это всегда про диджитализацию, про оцифровку. Поэтому мы пригласили его с темой «Формула прибыли». Он разложит данный вопрос на компоненты и сделает это даже с таким каким-то научным подходом. Поэтому обязательно это будет мега… То есть участие в каких-то форумах, где выступает Илья Балахнин, стоит колоссальных денег. Его продукты, его деятельность, если с ним сотрудничать, стоит тоже приличных денег. Поэтому здесь большая ценность, что он сегодня вот в нашем мероприятии поучаствует. И кроме того, что наши разработчики и вот такие большие эксперты в целом будут освещать весь, все компоненты маркетинга, кроме этого мы еще пригласили нишевых экспертов. Они, возможно, вам сейчас неизвестны, но когда вы будете сами приедете на кэмп и послушаете их выступления, с ними познакомитесь, вы увидите, насколько это большие крутые профессионалы в той отрасли. То есть мы выбрали здесь просто реальных топчиков в этой отрасли, допустим, в сфере медицины, медицинского маркетинга или в сфере бьюти направления. Хотя бизнес-процессы применимы для других отраслей. Также у нас будет еще два спикера по индустрии общепита, хорики, то есть ресторанного бизнеса. И поэтому участие предпринимателей, либо сотрудников этих компаний, либо экспертов, кто работает с клиентами в данных нишах, это будет просто мега ценно. Так что я уверена, что данное событие интересно будет как нашим клиентам UDS, которые уже являются клиентами, как тем предпринимателям, которые еще не являются клиентами UDS, то есть кого приглашать, так и нашим партнерам, то есть вам, дорогие партнеры, коллеги, в качестве обучения и прокачки, да, точим пилу, нарабатываем свою экспертизу, потому что это та область, в которой мы работаем, мы здесь должны тоже быть профи. И кроме этого, я всегда сейчас вот в своей команде подсвечиваю, вам тоже это говорю, приглашайте тех людей, с которыми вы хотите строить бизнес UDS, потому что через это мероприятие не останется никаких вопросов о работе продукта, потому что он будет подсвечен, какую он роль в целом в маркетинге занимает и как он стыкуется с тем другим объемом бизнес-процессов, которые есть вообще в продажах, да. Так что вот здесь вы можете приглашать и тех людей, с которыми вы делаете предложение о партнерстве с компанией нашей, вы можете приглашать предпринимателей, действующих клиентов, приехать сами, то есть вот абсолютно это событие никого не оставит равнодушным, и оно будет, вот даю вам просто гарантию, насколько оно будет интересным, познавательным и, ну, таким объединяющим всех, да, то есть вовлекающим, вот. Я, наверное, что еще здесь добавлю. Мы выбрали локацию, это город Сочи, это непосредственно центр Сочи, вот. Были у нас еще идеи сделать это в Роза Хутор, да, но по всем параметрам, которые нам отвечали, подошла именно локация, это такой большой отель Sea Galaxy, и в нем есть классная площадка, в которой несколько уровней, куда мы можем разместить всех гостей, всех участников. Мы ждем и в очное, в личное, оффлайновое участие в кемпе 400 человек, да, то есть вот это та цифра, на которой мы все с вами сейчас будем работать, чтобы приняли участие 350-400 человек, включая вот все перечисленные категории, которые я сейчас назвала. Но также по многочисленным просьбам, и мы знали просто, что эти просьбы, они будут еще дальше, что те, кто не смогут доехать, это может быть дальние регионы, это может быть по каким-то объективным причинам и не получается выезжать как-то сейчас куда-то в логистику там, да. Вот, конечно, предусмотрели еще и онлайн-трансляцию. Это профессиональный стрим, это прямой эфир, где выступающие будут сниматься операторами с нескольких камер. Мы для этого берем профессиональную команду, чтобы данный вот этот эфир был интересен, качественный, с хорошим звуком, с хорошей картинкой видео, да, и чтобы это действительно было смотрибельно. То есть это не с камеры телефона будет сниматься, это будет профессиональная трансляция. Вот, сейчас теперь, наверное, скажу еще раз про площадку C-Galaxy. Почему еще эту тоже площадку выбрали? Потому что здесь те, кто приедут на кэмп, покупают билет на участие в лагере и могут еще одновременно разместиться в этом же отеле. И он по всем параметрам нас устроил, потому что доступная цена, достаточно хорошие комфортные номера, 100 метров до моря, рядом парк Ривьера, рядом шикарные, самые лучшие рестораны в Сочи. Все просто идеально подходит. Вот, и здесь доступная цена размещения, то есть примерно 7 тысяч рублей в сутки на двоих номер. Это хорошая рыночная цена. Так что легко вам бронироваться, причем для участников там на сайте обозначена еще 5% скидка при бронировании. Главное позвонить по телефону, который указан здесь. Вот. Ну и, наверное, сейчас уже iRat подключился. Я передам слово, чтобы iRat еще какие вещи показал. Что мы еще будем делать, кроме того, что у нас будет познавательная программа? Давай, наверное, ты немножко расскажешь. Спасибо, Юля. Я подхвачу сразу вот эту тему размещения в SeaGalaxy. Все спикеры, все спикеры размещаются в этом отеле. Поэтому это интересно тем, что, например, мы будем в лобби находиться. Можно будет прямо пообщаться в неформальной обстановке. Я, например, планирую вообще свободное время, если оно будет у меня там находиться в лобби и со всеми общаться, обмениваться опытом. Для меня это такое мероприятие не заканчивается только тем, что я выступлю как спикер. И все. Я хочу все-таки узнавать людей, знакомиться с людьми, обсуждать какие-то темы, делиться опытом, получать опыт. Поэтому, если есть возможность поселиться именно в SeaGalaxy, то делайте это, потому что все мы там будем. Все спикеры. То есть и там наша команда UDS и, соответственно, спикеры, как Илья Балахнин, Белгороков и другие интересные спикеры. Так, теперь что я хотел сказать от себя. Чем уникален данный лагерь? Чем уникален данная конференция? Потому что конференции бизнеса и маркетинговые проходят довольно много. И я лично там довольно много их посещаю. Где-то в качестве спикера, где-то просто в качестве участника. И у нас довольно большой опыт в создании мероприятий и сами как участие мероприятий. И мы, вот Юля сказала, что оно действительно, ну, мероприятие классное и уникальное. Я бы хотел подчеркнуть этот момент уникальности, некое УТП. Почему именно это мероприятие, а не какое-либо другое? Потому что мы заметили, ну, как сказать, что сейчас предпринимателям больше нужен, ну, я это называю фразой, практичный маркетинг. Что такое практичный маркетинг? Это когда тебе говорят не просто общими словами, там, ты должен вести базу, ты должен внедрить ЦРМ, ты должен, там, там, иногда часто на бизнес-мероприятиях бывает, там, типа, кушай полезную еду, занимайся спортом, будь активным и все. И, как бы, там, что хорошо делать, делай, что не хорошо делать, не делай, короче. Вот всякие вот такие, вот просто билами по воде, типа, мир меняется, рынок меняется, сейчас, там, мир изменился, санкции какие-то появились, ну, ты как-нибудь, там, разберешься. Будь активнее, быстрее и так далее. Вот я буквально недавно, там, недельки-две назад был на мероприятии, примерно все вот такие тезисы. И мы, ну, как бы, предприниматель смотрит на это все и возникает логичный совершенно вопрос, а делать-то что? Это-то понятно, вот эти все, как бы, тренинги из серии поактивнее будь, там, кушай полезную еду и, там, ты должен быть суперклассным, суперменом предпринимателем, это, как бы, довольно информации много. А вот о практичном маркетинге говорят совершенно мало спикеров, кстати, как бы ни казалось это странным, а это самая актуальная тема на сегодня. И мы как раз собрали спикеров, вы можете заметить, если вы как-то знакомились с контентом этих спикеров, вы можете заметить, что они дают конкретные вещи. Они прямо дают, там, конечно, будет и идеология, куда уж и без нее, ну, что, типа, вот эти принципы предпринимательства, они будут. Но все-таки основная часть, самая, как бы, жирная часть, это про практику. То есть, Балахнин, вы можете посмотреть, его просто, там, на Ютубе, контент у него есть, вы можете посмотреть, что он дает. Он дает формулы бизнеса, он дает вообще, он, там, тоже, насколько я знаю, идеолог, там, диджитал маркетинга. Ну, то есть, имеется в виду, что нужна ЦРМ, что надо все оцифровывать. Почему он еще, по-моему, его фраза, я не скажу в точности ее, он говорит, у предпринимателей нет маркетинга, потому что у них нет диджитал маркетинга. То есть, они не в диджитале. То есть, если ты не в диджитале, то у тебя, как будто, и нет маркетинга, по факту. Вот эти все амбарные книги, это, там, пластиковые карты, это давно все ушло в прошлое. То есть, и вы можете посмотреть по спикерам и темам. То есть, мы на сайте обозначили сразу, о чем мы будем говорить. Это тоже важный момент, чтобы вы оценили определенную полезность этого мероприятия. То есть, мы будем говорить о диджитал, конечно, мы будем говорить о формуле бизнеса, мы будем говорить, как считать метрики в бизнесе. Мы будем говорить, какие инструменты надо использовать, которые увеличивают прибыль. Прямо вот, ну, прям сразу, что есть и как оно влияет на прибыль. Не какими-то общими словами, а четко, конкретно и понятно. И у нас будет, что классно, много примеров. То есть, вот прямо конкретные примеры с цифрами, что там сделали и что получилось. Я думаю, кто из вас уже посещал какие-то бизнес-мероприятия, вы можете заметить, что, ну, в сторонних мероприятиях, там как бы вот этого вообще почти не дается. Там даются общими словами, типа, вот у этого предпринимателя получилось там хорошо. Что получилось? Что именно он сделал? Какие инструменты он использовал? Мы, конечно, будем говорить об инструментарии много. Много. Второе, почему мы выбрали локацию в Сочи? Хотя, казалось бы, ребята, ну сделайте в Москве, да, типа, Москва, центр там страны, туда легко долететь, типа, совсем в любого края там страны и так далее, не только России, да. Почему Сочи? Потому что мы хотим... Что важный момент? Чтобы получить новые знания, необходимо окунуться... Ну, мы заметили, мы много работаем над обучением предпринимателей, мы заметили, что самый крутой эффект, самый главный, ну, то есть у предпринимателей действительно знания хорошо усваиваются и появляется в том числе энергия, куда уж и без нее. Это когда мы выдергиваем человека из повседневной среды. Ну, мы знаем, что много наших предпринимателей, клиентов и партнеров, они из Москвы, они из центральных городов. Там, Москва, Питер и так далее. И поэтому надо человека выдернуть из среды, потому что если он будет в Москве, вот представьте себе, я там предприниматель в Москве, я приеду на это мероприятие, я уже буду думать о том, что мне вечером надо, там, не знаю, ребенка со школы забрать, ужин приготовить, там, домой приехать, постирать и так далее. То есть меня посещают какие-то мысли в моей повседневной жизни. И это отрицательно влияет на результат. На результат того, что ты как предприниматель действительно усвоишь новый материал. Поэтому мы и выбрали Сочи, чтобы выдернуть из повседневности и окунуть, чтобы вот эти все, как бы, сторонние мысли, они не отвлекали человека. А он был полностью погружен в мероприятие, он полностью был погружен в новые знания или, там, закрепление, там, уже действующих знаний и использование этого всего в практике. Поэтому выбрано Сочи. Вторая причина, почему выбрано Сочи, ну, вы, в принципе, и так все знаете. Это красивая, хорошая локация, приятная. Понятно, что мы хотели вот совместить приятное с полезным. Полезное я вот только что рассказал. А приятное, что люди соскучатся по лету. Ну, я уже скучаю, например, по лету. Я хочу уже быстрее, чтобы вот этот лед весь растаял и так далее. И я уже, как бы, в футболке погулял на улице. Да, в Сочи будет абсолютно тепло уже в это время. Вообще будет уже, там, 20 плюс градусов, как бы. И хочется быстрее лета. И вот Сочи – это та локация, которую ты себе можешь подарить лето заранее, сразу. То есть ты все уже подустал. В мае еще там только через месяц, когда все потепление в большинстве регионов России. Поэтому вот как бы в Сочи заодно, как будто ты немножко отдохнул, как в отпуске. Бывает, что съездил на 3-4 дня и кайф вообще. Поэтому это Сочи. То есть вытянуть с приседневности. Второе – это, конечно, отдохнуть. Что еще там будет? Развлекательная программа, она у нас, каждый, знаете, каждая группа найдет что-то для себя. А я могу чуть-чуть рассказать, что это имеется в виду. То есть какого-то суперконцерта не будет, потому что на это времени нет. Программа очень плотная по самим выступлениям. Но я могу сказать, что при этом все участники будут отдыхать. Я почему это вам гарантирую тоже? Потому что мы выбрали мега крутого ведущего. Ведущий, который смодерирует так 2 дня, что будут все просто вот в таком классном настроении, с позитивом, с юмором. Он будет делать профессиональные нетворкинг-связки. То есть не просто как бы там пойди познакомься, как тебя зовут. А это все будет сделано круто и качественно, чтобы все обросли связями, знакомствами новыми. И у нас еще очень клевая будет зона в фойе мероприятия, где вот эти я сюрпризы даже не буду сейчас называть, вам рассказывать, потому что там будут классные такие еще активности, которые вы тоже потом приедете и просто своими глазами увидите и зацените. То есть там еще будет своя такая жизнь внутренняя. Но при этом у нас есть один из тарифов, это VIP-тариф. Понятно, что он, конечно, самый такой дорогой, да, и он очень высокой стоимости. Но это такой проходной билет на личное общение со спикерами. Это ужин со спикерами и это именно еще и консультация личная с кем-то. Вот, ну там трансфер включен, еще какие-то тоже плюшки. Не обязательно, понятно, покупать VIP-билет, но имеется в виду, что в любом случае вы можете пообщаться еще вот с кем-то, кто будет выступать. Так что по вечерам мы будем предлагать разбиваться на компании и, допустим, идти там на море, действительно посидеть, сделать там, не знаю, уютную компашку и попеть песни, вот, можно встречать рассветы, закаты. Мы хотим сделать спортивные всякие тоже такие утренние зарядочки, либо йога, да, то есть чтобы набраться энергии, которой хватит на весь день. Так что будет классно, вот просто доверьтесь. Много мы сейчас отдаем в этой своей души, своей энергии, вот, и, конечно, как всегда делаем по организации все на высшем уровне. В организации принимает участие компания, вот, та же самая команда, которая занимается всегда итогами года, день рождения компании делает. Так что это действительно высокий уровень. Да, Эрот. Да, по поводу вот такой некой развлекательной программы мы подумали, что как бы надо выбрать такой формат, где каждый найдет что-то для себя, поэтому мы планируем создавать чаты, где каждый будет, кому-то хочется, там, не знаю, музыку под гитару послушать, там, у костра, там, и у моря на набережной. Кому-то хочется более, как сказать, драйва такого, там, развлечения, да, те могут поехать в казино. Например, может быть, и я тоже туда планирую поехать, потому что я всегда беру, там, небольшую сумму денег, даже, вот, там, до пяти тысяч рублей и езжаю в казино. Это, кстати, как говорит Белгорохов, есть сценарий быстро разбогатеть. Вы можете тоже его попробовать использовать. Летите в Сочи, берете миллион рублей, все ставите на зеро, и выпадает за рой, и вы разбогатели. Ну, это шутка, конечно, но казино – это интересное мероприятие, я к нему отношусь, например, как это, как покататься в аттракционе. Это интересный момент. Если кто-то, вот, не играл в казино, то в Сочи оно совершенно, там, доступно, оно легально, того, что это такая зона, где казино именно находится. Поэтому, если кто не пробовал, я вот рекомендую попробовать, но взять, там, небольшую сумму денег, чтобы, там, как-то, не эта вся тема не затягивалась. Вот уже одна группа и сформировалась. Не затягивалась, да. Поэтому будет точно группа с казино, и я знаю, что, там, я и Стас Калашников, мы уже планируем, что мы туда заедем. Вот, понятно, группы будут разные, там будет и йога в том числе, кто любит с утра вставать пораньше и пободрее. Что еще важно? Смотрите, хотел сказать от себя о том, то, что берите офлайн, если есть возможность. То есть, вот это вот то, что я до этого говорил, о том, что себя необходимо выдернуть из повседневности, ну, и в том числе получить отпуск, можно сказать, возьмите офлайн. Офлайн билеты довольно быстро расходятся, поэтому, как бы, купить лучше заранее. Купить заранее, потому что, во-первых, они расходятся, как я уже сказал, а второе, до 1 марта у нас держатся цены. После 1 марта будет подорожание. Да, у нас скидка держится. То есть, вот, у нас очень большое количество уже купили билетов по офферу, который был на итогах до 16 февраля. С 20% скидкой, да, вы, многие, наверное, уже купили и знают. Вот, сейчас до 1 марта цена, которая обозначена на сайте, я думаю, вы, когда послушали сейчас, что будет в лагере, что туда входит, и какого уровня будут и приглашенные эксперты выступающие, вы понимаете, что эта цена абсолютно смешная за такое мероприятие. По рынку мы посмотрели, это точно, ну, вы можете просто зайти посмотреть, какие бывают... Одного спикера только такого, обычно по рынку цена ниже 1,5-2, поэтому цена просто сделана с учетом того, чтобы окупить это событие, и здесь нет задачи там как-то его монетизировать и зарабатывать, поэтому это просто окупаемое все событие цена. Вот, так что при этом все-таки мы хотели дать возможность и нашим клиентам, и нашим партнерам, и, ну, даже кто хочет, там, и гости наши приобрести сейчас до 1 марта по супервыгодной цене с 10-процентной скидкой билеты, вот, потом будет весь март держаться обычная цена. И сразу хочу сказать, повышение именно уже подорожания, ну, то есть выше, увеличение стоимости еще будет непосредственно перед событием. С 1 апреля это уже будет выше, чем обычная, поэтому сейчас, наверное, будет максимально выгодно вам приобрести билеты, вот, как минимум вы уже все спокойно, и потом сможете бронировать, опять же, там, гостиницу, да, и спланировать свой маршрут передвижения. Вот, конечно, то, что сказала Ират, очное, личное, оффлайновое присутствие, но это масса впечатлений, как бы это не только вот программа, вы обживаетесь, проживаете, да, все это, и возвращаетесь тоже с огромной энергией в работу, как даже наши партнеры. Вот, так что по поводу тарифов обозначили, смотрите, хочу немножко разницу показать. ВИП-тариф, я уже сказала, что туда входит, это записи, видеозаписи выступающих, это все, это встреча гостя и отдельная приоритетная регистрация, вот, плюс это включен ужин со спикерами и консультация индивидуальная со спикерами. Вот, это ВИП-билет. Самые популярные, это билеты премиум и стандарт, вот, большинство, конечно, это стандарт билеты, просто это уже обычная категория билет, которые с шестого ряда. Вот, и до шестого ряда, со второго по пятый, это у нас будет премиум билет, который также еще включает потом записи спикеров, то есть это лучшая посадка, да, более близко к сцене и плюс еще записи. Записи придут не сразу и онлайн-билетом, и офлайн-билетом в премиум категории, потому что будет требоваться время на монтаж, поэтому не надо ждать, что даже если я пропустил или там сейчас не смотрел, вот я это все, вот, да, записи будут, но это уже будет с очень большой оттяжкой по времени, так что лучше участвовать прямо здесь и сейчас. Вот, так, по билетам, наверное, если есть вопросы, пишите. Вот я вижу, что нет вопросов в чате. Ребят, либо вам все понятно, либо как-то стесняетесь, пожалуйста, сейчас задавайте самые любые вообще вопросы. И, кстати, телеграм-канал, сейчас попрошу нашего модератора выложить сюда ссылку на телеграм-канал. Вы все туда залетайте. Тех, кого вы приглашаете, также добавляйте в канал, потому что в канале у нас целый контент-план написан, что мы будем вам рассказывать про Кэмп. И у нас, конечно, будут знакомства со спикерами, так что вы будете видеть потом, кто это, вживую уже этих людей, этих экспертов, и знакомиться с ними. Так что, ну и все детали какие-то организационные тоже будут в канале, поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Гитару Сергей возьмет. Да, мы уже с ним поговорили о том, что мы видели, что некоторые партнеры лично его знают и знают, как он играет на гитаре. Конечно, мы его попросили, чтобы там, Сергей, ты уж возьми гитару, это будет классная вещь. Тут хотел бы подчеркнуть о том, что, да, часто, не часто, а вот некоторые нас спрашивали, почему такая цена на билеты. Цена на билеты, действительно, мы с ней очень активно поработали, то есть мы поработали над тем, чтобы там умно отнестись к бюджету создания мероприятия. И мероприятие, хоть и дорогое, красивое, но мы поработали над ценой, чтобы вы могли получить вот за доступную цену такой вот классный контент. Потому что, как уже и говорил Юли, и я, в принципе, и сам знаю о том, что у некоторых спикеров, у большинства спикеров, которые будут участвовать, цена, это просто за их выступление, ну, то есть за участие в их мероприятии, такая цена, там, 8 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч, 20 тысяч, и так далее. Здесь же за счет того, что у нас есть определенный ресурс, ну, как у компании UDS, то, что мы со спикерами, как бы, ну, в каких-то таких дружеских отношениях, мы, как бы, могли с ними договориться о том, чтобы, ну, как бы, там, оптимизировать бюджет, и, соответственно, в итоге дать совершенно адекватную и, можно сказать, да, это дешевая цена. То есть если вы возьмете мероприятия тренинговые, возьмете, посмотрите просто по рынку, в интернете они есть, вы можете посмотреть, сколько они стоят. Именно оффлайн мероприятия, у нас еще к тому же и онлайн трансляция. Теперь, такая некая рекомендация тоже от себя, как я уже говорил выше, если есть возможность оффлайн, берите оффлайн, потому что это совершенно другой уровень участия в мероприятии, совершенно другой уровень, ну, как бы, получения знаний, ну, и к тому же отпуск, я думаю, вы его заслужили. А второй, если вдруг, ну, сомнения есть, не понимаете пока, ну, получится, не получится там, ну, это нормально, все, все понимаем, то возьмите онлайн-билет, его в любой момент можно поменять на оффлайн с доплатой. Да, абсолютно нет. То есть вы берете онлайн-билет, да, там, и, соответственно, доплачиваете, и, соответственно, берете, уже вам поменяют на оффлайн. Но, опять-таки, я здесь напоминаю, что оффлайн-билеты быстро разлетаются, и поэтому, ну, как бы, здесь время имеет значение, поэтому, если вот уже ясность есть какой-то на 11-12 апреля, то, конечно, быстро переупаковываться на оффлайн. Потому что может получиться так, что вы такие, ага, все, нормально, я готов, онлайн-билет как бы купили, пытаетесь сделать апгрейд, а он не получается, потому что просто оффлайн-билеты закончились. Площадка небольшая. Обменичена, да. Площадка всего на 350 человек, ну, там, 400 максимум, поэтому, как бы, площадка небольшая, и поэтому, как бы, билеты здесь, время имеет значение. Рад, у нас вопросы, уже первые хотя бы два появились, и вы спрашиваете тоже, еще пишите. По поводу ведущего, нашего ведущего зовут Максим Шамсуаров. Вы можете его просто найти в запрещенной соцсети, посмотреть его страничку, его уровень, у него профессиональное консалтинговое агентство, ивентовое агентство организации праздников, и мы его уже опробовали на одном из наших мероприятий, которое было в Сочи, закрытое РМ-пати. Вот, он был там нашим ведущим, поэтому мы его уже потестили. Вот. Я бы хотел сразу, вот тут уже Ирина задала вопрос, есть ли смысл участвовать не развитым, а начинающим предпринимателям? Не то, что есть ли смысл, а просто необходимо тогда, вы сразу получите, как бы, от топовых спикеров необходимые знания, и будете свой бизнес развивать уже на классном уровне, то есть уже будете понимать, что там делать, как считать. От Балахнина вы получите формулу бизнеса, уже будете понимать, как считать свои там расходы, доходы и всю формулу бизнеса. От других спикеров вы получите сразу готовые инструменты. Я хотел бы еще подчеркнуть, мы пригласили нишевых спикеров, те, которые в бьюти-индустрии работают, те, которые работают в ресторанном бизнесе, и те, которые работают в клиниках, ну, то есть в медицинской сфере. При этом их контент, мы, ну, видели их темы, они выступают так, что, в принципе, эти знания может применять себе и другой бизнес, если вы не попадаете в эти сферы. Ну, например, тот контент, который вы получите, например, от Ковальского, например, по клинике, вы спокойно можете использовать у себя, он совершенно применим для розничного магазина также, потому что, ну, как бы принцип работы с клиентом, он, как бы, похожий очень. Поэтому, если вы начинающий предприниматель, я бы вам, ну, настоятельно просто порекомендовал, что это именно то мероприятие, где вы сразу всех спикеров покупаете в пачке. То есть обычно их надо по отдельности ловить, там, Ковальского, там отдельно Балхнина, Белгорокова, Балхнина, Белгорокова, я вообще думаю, на одной площадке, я никогда их не видел. И всех по отдельности ловить, а тут, как бы, хоп, и пучок весь получается. У нас там вот Юлия Хохлова, это тоже можете, Юлия, Джул Систем, у нее аккаунт в социальных сетях, можете тоже зайти и посмотреть, она была на нашем мероприятии на итогах года, она знает уже наш продукт, вот, и все то, что она транслирует, это именно учет и построение системы продаж в таких бизнесах, грубо мы назовем, что это только бьюти направление, на самом деле, она как раз и говорит о том, что это могут быть детские развивающие центры, это могут быть бассейны, это могут быть там косметологии, это могут быть абсолютно любые вообще, ну, вот, с похожими бизнес-процессами организации, и это будет применимо и работать везде. Но она очень структурная и тоже только по делу, причем очень харизматичная девушка. Ну, и по хорике там тоже профи, которые в автоматизации, в хорике, это дилеры Айка, да, ребята, которые тоже с ресторанно-гостиничным сектором хорошо дружат, так что вы просто можете спокойно звать таких клиентов, ну, и сами прокачиваться. Вот, и так, 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 два вопроса. Екатерина задала вопрос, я думаю, давай ответим. Екатерина, если до 1 марта купить онлайн-билет и потом передумая на оффлайн, то цена сохраняет со скидкой или цена будет повышенная. Екатерина, цена будет повышенная. То есть, онлайн вы как бы берете сейчас до 1 марта, он как бы со скидкой, а если уже переход на оффлайн, то, вот здесь правильно математику надо сочетать. Мы онлайн как бы берем, что он как будто, вот, ну, как бы по новой цене и доплата вот будет, ну, соответственно. та уже цена, которая будет оффлайновой, от нее минусуется та стоимость, которую вы приобрели с онлайн. И разница, текущая как бы. Разница доплачивается. Вот это разница доплачивается. Ну, то есть, цена будет, да, повышенная с 1 марта, даже в случае апгрейда. Здесь я еще бы к спикерам сказал, вот то, что Юля структурная, к тому, что, спикер, к тому, что мы очень щепетильно относились к подбору спикеров, потому что мы и к себе критично относимся и как бы и к другим тоже контентам относимся довольно критично, поэтому именно искали тех спикеров, как я уже говорил, такой фразой некой практичного маркетинга, а не просто там билами по воде мы это, ну, и себе не допускаем. И к другим спикерам не хотелось бы, чтобы они выступали на нашу площадку. 100%, очень высокие требования были. Смотрите, что касается сфер, уже называли сегодня, но вы понимаете по формату самих экспертов, какие ниши тогда максимально им будет интересно принять участие, но я могу сказать, мы, по сути, делаем формат универсальный. В любой сфере бизнеса, абсолютно, даже B2B, здесь будет интересно, будет контент для каждого. Более того, я рекомендую даже не разделять это участие, вот типа, если будет там выступать эксперт по ресторанному направлению, выйти из зала, потому что это не моя тема. Нет, вы во время этих выступлений будете ловить какие-то инсайты, которые будут работать на других сферах вообще, это 100%, поэтому спокойненько можете приглашать кого угодно. Так, услуги не связаны с медициной, да, вот я про это сказала, абсолютно любые. Вот так Ирина задала вопрос, какие-то определенные сферы предпринимательства и услуг подходят все под ваш бизнес-лагерь? Нет, подходят все, мы стараемся сделать универсальный формат, как уже говорил Юлия, о том, что есть, вы можете посмотреть по программе выступлений, первый день, вообще весь день, он будет вообще в общем, там подходит любая сфера. Второй день, да, там будут нижние фикеры, но эти выступления, они подходят под любую тоже сферу, ну, то есть, например, сфера бьюти-индустрии, она вот, как уже Юля говорила, подходит там к записи, там и на бассейн, и на детский какие-то, на детский какой-то бизнес, я имею в виду, там тренинги там для детей, ну, не тренинги уже для детей, а там какие-то. Услуги для детей, обучение. То, что Ковальский дает, это может подходить в том числе и к ресторанам, потому что он там, я слышал, он говорит и про обратную связь, и про работу с репутацией, и так далее. Работа с репутацией подходит к любому бизнесу. Просто он будет, может быть, там чаще говорить на примере медицины, потому что он работает с ними побольше. Но ни в коем случае это не значит, что это не применимо к вам. Нет, это применимо и к вам. Поэтому тут как бы не переживайте, там все в порядке с точки зрения того, что именно подходимость контента именно к вашей сфере бизнеса. Я, кстати, уточню, об этом сегодня еще не говорили. у нас, чтобы программа была насыщенной и не скучной, то есть не такой лекционной просто, да, мы каждый день, первый и второй день оставляем в конце дня время для брифинг-сессий. То есть это пленарная, формат пленарки, да, когда наши выступающие задние спикеры принимают вопросы от участников из зала, и в формате живого диалога мы делаем маленькие разборы. Вот, поэтому вот в этих разборах могут принимать участие как раз все гости, которые поднимают руку, задают вопрос. Так что, а это очень всегда интересно. Так что, если у вас есть прям большой какой-то волнующий ваш бизнес вопрос, вот, рекомендую принять активное участие именно еще тогда вот в этих брифинг-сессиях и получить со сцены ответ. Это будет максимально круто. Вот, поэтому про что еще сегодня не сказали. Мне кажется, мы обозначили тарифы, обозначили сейчас более выгодные условия приобретения билетов. Также рассказали, кто у нас эксперты, как все будет проходить. Пожалуйста, еще моя личная рекомендация, заранее бронируйте себе жилье и транспорт. Это просто из заботы о том, чтобы ваши, чтобы стоимость там, например, и жилья, и проезда была сейчас для вас минимальной. То есть, как бы, чтобы вы не переплачивали, если вы решите ехать последние три дня. Да, вот и все. Так что, ну, и сейчас удобно сгруппироваться, может быть, какими-то маленькими командами, кто как едет вместе, там, на машине, на поезде, кто-то группой едет, там, летят вместе люди. Поэтому тоже сейчас это такой хороший момент планирования. Почему мы сегодня, 24 февраля, этот вебинар даем? Чтобы вам было полтора месяца удобно планировать. Это как бы не свалившееся сверху, да, будет событие, а сейчас есть на это время. Я хотел бы еще так отметить, что записи, тоже задавали вопросы мне в личку, записи выступления будут отправлены только участникам кэпа. То есть, кто приобрел билет онлайн, либо приобрел билет оффлайн, то есть, мы не будем там контентом, не планируем, не планируем контентом делиться на общую, там, в дальнейшем, разместить его через два месяца, там, в общем доступе, как бы, такие вещи не планируем, поэтому мы хотим сохранить вот эту уникальность только для участников, о том, что записи будут отправлены только участникам. И они будут отправлены позже значительно, чем состоится мероприятие, потому что, как уже сказал Юлия, ну, время занимает монтаж, конечно же, ну и в том числе, чтобы опять-таки сохранять вот эту уникальность, о том, что записи будут, вероятнее всего, отправлены где-то через месяц после мероприятия. Это чтобы, ну, как бы, подчеркнуть значимость о том, именно тех людей, кто участвует в мероприятии. Так, ну что, если вопрос... Вроде нет. Да, вопросов вроде бы нет. А запись вебинара будет, а запись вебинара будет размещена почти что сразу, как только она будет готова, на официальном канале, и в том числе в телеграм-канале UDS Business. Запись этого вебинара будет размещена. Да. Спасибо за внимание, что пришли в выходной день. Увидимся в Сочи. Ну, еще и раньше увидимся с кем-то, но в Сочи уже увидимся со всеми, кто здесь. Вот. Счастливо, дорогие друзья. Увидимся. Пока. Сочи. Пока. Счастливо. Счастливо. Пока.